Российское бортовое оборудование для МС-21 создадут до конца 2023 года. Российское бортовое оборудование для МС-21 создадут до конца 2023 года. 5.9.24 января 2020 года. РИА Новости, Михаил Воскресенский, российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Подмосковном Жуковском. РИА Новости, Михаил Воскресенский, российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Подмосковном Жуковском. Архивное фото. Москва, 24 января новости. Отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования «Брео» для нового российского самолета МС-21 планируется создать до конца 2023 года. Такие сроки обозначены в документации для участников соответствующего открытого конкурса. В настоящее время основу бортового электронного оборудования МС-21 составляют системы французской компании «Фейлз» и американских «Ханиуэлл» и «Рокуэлл-Коллинз». 22 января, 9-14. На Иркутский авиазавод доставили первые двигатели ПД-14 для МС-21. В частности, в проекте приложения к планируемому договору сказано, что разработка «Брео» – испытания на Земле и в составе борта, а также получение сертификата типа должны быть завершены в четвертом квартале 2023 года. В документации уточняется, что сроки работ могут быть уточнены с учетом сроков завершения работ по разработке «Брео» в рамках базового сертификата типа самолета МС-21, а также с учетом готовности и соответствия российских комплектующих изделий «Брео» техническим требованиям. В корпорации Иркут, являющейся разработчиком данного воздушного судна, РИА новости подтвердили, что такие работы будут проведены, но отметили, что в настоящее время еще идут конкурсные процедуры. МС-21-300 – ближний среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. Запуск серийного производства на 2021. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет Аэрофлот. 1 июня 2017 года. 18 часов пассажирские самолеты нового поколения МС-21.